Привет всем любителям ММА! Это итоги турнира UFC 246 Конор против Ковбоя Надеюсь, что вы закрыли данный турнир по ставкам, если что-то ставили удачнее, чем я потому что я получил минус 9% по своим ставкам Это не критично не смертельно но и не особо приятно Учитывая то, что от следующего турнира я тоже не жду пока что особо ничего хорошего Сейчас главная задача не уйти в какие-то жесткие минуса а дальше уже отыграемся на тех турнирах где будет, может быть большее количество понятных боев с привлекательными коэффициентами Почему я считал, что этот турнир не особо хорош для ставок Здесь было 4 серьезных фаворита Это Макгрегор, Хакпараст, Барбер и Феррейра на которых были достаточно невысокие коэффициенты и нужно было оценить их противников, чтобы понять есть ли там перспективные андердоги По моему субъективному мнению перспективных андердогов там не было После этого нужно было принять решение заигрывать ли фаворитов или нет Я принял решение их заиграть Но поскольку на этом турнире произошло немало апсетов то соответственно по фаворитам я ушел в минус По остальным парам наблюдался примерный паритет по коэффициентам с разбросом, грубо говоря, от 1.8 до 2.2 И если были бы какие-то надежные варианты среди таких пар то это была бы вполне себе нормальная ставка за примерно равный коэффициент забрать бойца в победе которого ты практически уверен это неплохо Но я в данном карте видел крайне мало таких пар И с учетом всего вышеизложенного я постарался в целом ставки делать максимально аккуратно Однако избежать минусов все равно не удалось Но хочу еще отметить, что непосредственно перед самим турниром я когда фильтровал свои возможные ставки несколько вариантов я отбросил и отбросил достаточно удачно потому что если бы я их не отбросил то минус был бы более существенный это было бы уже более печально Первый бой турнира Сабина Маза против Джей Джей Олдрича Я не согласен с решением, которое судьи вынесли по исходу данного боя и на ММА Десижн половина людей со мной согласна Весь вопрос во втором раунде Первый раунд без вопросов забрала Олдрич Третий раунд без вопросов забрала Маза вопрос, кто забрал второй раунд Я все-таки считаю, что Олдрич, потому что она большую часть времени провела его более активно чем Маза И хотя Маза забрала его концовку я все-таки бы по факту отдал бой Олдрич раунд Ну и соответственно бой Здесь статистика по значимым ударам приведена По-моему, это какой-то бред Я не знаю, здесь, наверное, считали все тычки и шлепки со стороны Маза потому что, ну, такого превосходства по ударам мне кажется, там нету и близко Олдрич неплохо начала Маза напротив начала медленно Но потом она раскачалась где-то к середине второго раунда смогла поймать свою дистанцию и начала накидывать Олдрич Олдрич почему-то не включилась так и не смогла она включиться и, в принципе, в своем поражении конечно, виновата сама у нее были все шансы выиграть но немножко ей не хватило Перед началом турнира я хотел ставить на Джей Джей Олдрич в принципе дополнительным обстоятельством стало то что, как мне показалось Маза не очень хорошо выглядела на взвешивании но при этом оценив габариты на стердауне с Маза, конечно, сложно по габаритам она гораздо выше всех девушек но мне кажется, что разница у них в габаритах больше, чем та, которая, допустим на сайте Topology можно увидеть плюс к тому на Олдрич еще немного просил коэффициент и он уже стал там в районе 1.8 по равному коэффициенту я бы, может быть, ее еще подумал бы забрать но по коэффициенту, который стал немножко уже ниже мне как-то стало неинтересно и ставку на этот бой я не делал бой первый раунд достаточно скучный концовочка более-менее интересная там, когда уже Маза раскачалась и завелась это уже было похоже на бой действительно второй бой Олег Сакамур против Джастина Лидета я ставил на Лидета сразу, как только он открылся потому что он открылся за 2.15 вот моя ставка, которая не зашла почему ставил на него? потому что в моем понимании у него было чуть больше шансов на победу он все-таки человек более опытный боец и в принципе у него были все шансы на победу потому что Камур не делал ничего сверхъестественного он парень достаточно сырой много промахивался, много ошибался но по сути Лидет действительно заставлял его ошибаться но сам делал крайне мало все-таки Лидет, мне кажется, окончательно сдулся и если уже он с Камуром не смог нормально зарубиться то, наверное, дальше ему в UFC делать нечего он был неплох в эпизодах но не более того Камур действительно сделал больше в этом бою хотя не сказать, чтобы он как-то впечатлил своим выступлением ну по сути, по итогам судьи отдали победу ему единогласным решением я с этим спорить не буду ставка на Лидета не зашла следующий бой Насрат Хак Парас против Дрю Добера ну что, мини Гастелл он подвел я остаюсь по его поводу при своем мнении это достаточно перспективный и очень талантливый боец который допустил ошибку, достаточно детскую выбрасывая лоу-кик, не вернул руки на место за что был немедленно наказан от Дрю Добера левым полу-хуком, полу-оверхендом и после этого был добит на земле вот собственно и все в этом бою хороший боец которым является Дрю Добер наказал за ошибку очень хорошего бойца которым является, на мой взгляд, Насрат Хак Параст и выиграл этот бой техническим нокаутом Добер молодец Хак Параст, как говорят в таких случаях вернется сильнее и лучше я думаю, что он действительно вернется я его пока ни в коем случае со счетов не списываю и думаю, что если бы они еще 9 раз подрались с Дрю Добером в текущих кондициях то 9 не 9, но 8 раз он бы наверное забрал у меня лично такое мнение про ставки расскажу дальше на Хак Параст я ставил, ставка не зашла чуть позже ее покажу следующий бой Тим Элиот, Аскар Аскаров в русскоязычных пабликах ММА многие стали притапливать за Аскара к концу этой недели в принципе я возражений против этого не имел но и не поддерживал у меня был нейтралитет по этому бою потому что Аскар в первом своем бою в UFC ничего не показал а Тим Элиот это такой достаточно странный непредсказуемый боец непонятно было чего от него ждать в результате можно сказать, что Аскар Аскаров неплохо подтянул свою стойку действительно, по крайней мере ее хватило на то, чтобы серьезно перебить Тима Элиота второй раунд все-таки я думаю, что Элиот в борьбе забрал но в первом и третьем Аскар был значительно лучше в ударке неплохо набрасывал у него заходили удары и значимые и просто для набора очков Элиот защищался в стойке плохо бравировал пытался все защитить со своими уклонами нырками и движениями но не всегда у него это получалось проиграл по делу Аскар прибавил молодец, идет дальше с победой следующий бой турнира это Андре Фили против Содика Юсуфа на подкасте я предполагал ставить на Фили однако ближе к турниру Юсуфа нет, как раз Фили-то и прогрузили поэтому на него коэффициент немного упал но Юсуфа немного вырос я думал о ставке на Юсуфа но в общем так и не решился Фили по уже более низкому коэффициенту я не рассматривал я что хочу сказать Андрей Фили мне в этом бою достаточно сильно понравился он реально прогрессирует если в предыдущем его бою с Шейманом Морайесом было непонятно что это прогресс Фили или это просто какая-то удача то по вот этому бою с очень опасным Содиком Юсуфом я бы сказал, что да, действительно Андрей Фили прогрессирует и от него можно ждать хороших выступлений единственное, что мне не нравится он выходит на бой, как мне кажется, слишком уж заряженным и это может его когда-нибудь подвести хотя в этом бою, в принципе, в октагоне он свои действия неплохо контролировал и с решением, которое вынесено по итогам боя я опять же не согласен правда здесь уже на ММА Десижн поддержки у меня нету в основном все за Юсуфа но я считаю, что все-таки первый раунд забрал Андрей Фили второй без опросов забрал Юсуф в борьбе третий без опроса забрал Фили в первом раунде, я считаю, там примерный паритет по ударам небольшое преимущество в сторону Юсуфа но все-таки у Фили есть три тейкдауна да, он там особо не контролировал но он перевел зафиксировал соперника я думаю, это что-то-то должно стоить либо точно так же, как в бою между Мазой и Олдрич я в таких случаях считаю, что лучше давать ничью когда раунд очень близкий ну, я не знаю, для чего нужно принимать какое-то решение в сторону одного из бойцов, если никакого явного преимущества совершенно нет там, если есть, то совершенно микроскопическое Юсуф выступил неплохо но я не понял, почему он третий раунд так отдал может быть, он решил, что он два первых точно забрал но по первому раунду вот там вопросы есть оба парня показали неплохой, зрелищный бой мне бой понравился будем наблюдать за ними дальше несмотря на то, что один выиграл, а другой проиграл оба остаются достаточно интересными вишенка на торте Роксана Мадафери против Мэйси Барбер когда Мадафери на стердаунах там устраивало какое-то дикое истеричное представление мне просто показалось, что либо она отлетит в первом раунде и на это я ставил процентов 90 вероятности либо что у нее там что-то все-таки произошло она соберется, выйдет и даст там сказочный какой-то бой Мэйси Барбер и как ни странно, произошло именно это конечно же, в своем поражении здесь виновата Мэйси Барбер показала она определенную сырость наверное, я ее переоценил но прежде всего я недооценил Оксану Мадафери хотя ее оценивать достаточно сложно она боец, которого пока, наверное, не очень хорошо у меня получается анализировать если можно было предположить, что она, допустим, хороший фаворит в бою с Антониной Шевченко то предположить, что она хороший фаворит в этом бою учитывая то, что в предыдущем бою она дралась как эту мексиканку-то я забыл она дралась, она дала сейчас секунду не Алексис Дэвис, а та, которая дал Дженни Фермая то, в общем-то, Дженни Фермая и Мэйси Барбер это, конечно же, не одно и то же но это две девушки, которые достаточно приличную стойку имеют немножко разного плана, но тем не менее и Дженни Фермая и Роксану Мадафери вообще ничего не смогла сделать была очень сильно избита и у меня не было никаких оснований предполагать, что этот бой закончится как-то по-другому но мне кажется, что Мэйси Барбер недооценила Роксану Мадафери в первую очередь, как ни странно, недооценила ее ударку это я могу, сидя на диване, недооценивать ударку Роксану Мадафери а Мэйси Барбер, которая выходит в октагон она такого права не имеет, потому что это для нее чревато поражением что, собственно, и произошло еще в первом раунде Мадафери пару раз на удивление зацепила Барбер и, собственно говоря, потом ее и смогла вследствие этого перевести потому что Барбер просто пыталась махать по воздуху и как-то совсем не думала про защиту стойки и про то, что Мадафери в клинче-то совершенно не стоит пускать ну и второй раунд, что здесь говорить конечно же, травма колена Мэйси Барбер, она сыграла свою роль и если бы не эта травмированная колена я думаю, она все-таки могла бы здесь победить она могла бы включиться там и уже отработать по максимуму и забрать этот бой но опять же, колено она повредила исключительно по своей вине она опять же пропустила джеб от Роксан Мадафери начала заваливаться и заваливаясь уже повредила колено я никогда не рвал себе крестообразные связки колена ну, для меня лично, даже пусть частичный разрыв крестообразных связок звучит устрашающе я не очень понимаю, как ей вообще дали бой продолжить ну, Барбер, конечно, показала характер достояла, дотерпела ну, толку-то уже с этого не было так что Мадафери прыгнула выше головы будучи очень таким серьезным андердогом нанесла Мэйси Барбер поражение молодец Барбер, дизлайк за недооценку ну, мне тоже дизлайк о ставках я объединил в экспресс насратах Акпараста в котором был достаточно уверен по крайней мере, когда коэффициент был 1.44 в нем ну, и поскольку я практически не давал никаких шансов Оксану Мадафери то я в этот же экспресс добавил Мэйси Барбер ну, и зарядился на 5% и вот они парочка-два подарочка оба, так сказать, проиграли ну, это было бы хорошо вернее сказать, это лучше чем если бы я их там по каким-то другим допустим, экспрессам растянул они бы мне две ставки слили вот так одна ставка в минус однако по итогам приключений Насрата Хакпараста мне удалось все-таки этот минус нивелировать потому что на бой Дрюдобя Насрат Хакпараст Хакпараст я сделал еще одну ставку тотал меньше 2.5 конечно же, я больше думал о том, что Хакпараст задавит Дрюдобера там где-нибудь ближе к началу третьего раунда но получилось по-другому тем не менее, коэффициент был неплохой 2.5 и практически минус по этому экспрессу мне удалось перекрыть переходим к следующему бою Энтони Петтис против Диего Феррери я говорил, что для меня будет в этом бою критична форма Диего Феррери на взвешивании он на взвешивании выглядел отлично отлично в отличие от того, как он выглядит обычно потому что обычно он выглядит не лучшим образом а в прошлый раз он выглядел просто ужасно Петтис в принципе тоже выглядел неплохо, но Петтис, Петтис он плохо выдерживает давление, это все знают поэтому на Феррери я ставку сделал однако ставка мне тоже ничего этого не принесла потому что я взял экспресс с олейником и дальше покажу, почему эта ставка не зашла бой достаточно неплохой Феррери показал, что он может не только в стойке давления осуществлять но и в партере и у него достаточно такой грепплинг такого уровня что он смог в принципе Петтиса в партере задавить что конечно достаточно неплохо потому что у Петтиса хороший партер Феррери прогрессирует и идет дальше я думаю, что он однозначно врывается в топ-15 единственное, что для него не очень хорошо то, что у него возраст уже 35 лет и таких очень хороших лет у него осталось 2-3 чтобы чего-то достичь дальше уже у него начнется спад следующий бой турнира Брайан Келлихер против Оде Осборна здесь ставку я не делал и предполагал, что если забирать, то только Келлихера на которого был более-менее приличный кэф а Осборна, как я говорил, что брать непроверенного новичка в качестве фаворита это одна из самых худших ставок которые можно сделать но по сути Келлихер у него всегда качели либо он кого-то выносит, либо его выносят третьего не дано бывают у него конечно бои решения но здесь он в принципе сделал все отлично перевел, проконтролировал, зафиксировал вышел на свой любимый прием и достаточно красивой гильотиной Осборну прикончил за что и получил бонус Осборн в принципе по началу боя показался достаточно неплох он был и быстр и точен но тоже проиграл эпизод не сориентировался в партере и был финиширован я думаю, что в следующий раз когда он будет возвращаться к нему уже можно будет присмотреться смотря против кого он конечно будет выходить Алексей Олейник против Мориса Грина вот еще один бой на который тоже я хотел ставить непосредственно перед турниром поразмыслив хорошенько я считаю, что у Мориса Грина есть все чтобы выиграть Алексея Олейника в его текущих кондициях потому что все, что нужно Морису Грину для того, чтобы выиграть Олейника это не подпустить его к себе не пропустить Олейника ни в клинч никуда-либо еще а по сути Олейник переводит из клинча он сейчас не делает практически проходы в ноги и не пропустить правый оверханд и все это Морис Грин, мне кажется сделать может поэтому я и думал поставить на него но поскольку коэффициент был низковат а Морис Грин был не особо надежный я все-таки решил этого не делать если бы он был андердоком я бы, наверное, это сделал и получил бы еще один минус все-таки у Мориса Грина не хватает файта IQ потому что я считаю, что он мог защищаться от Олейника и забрать бой ну, скорее всего, на каунт або Олейник, я думаю, не достоял бы третий раунд что касается Алексея Олейника ну, ему только уважение он делает то, что может он очень сильно, максимально устал в этом бою опять там, похоже, себе ногу повредил но он делал все, что мог он сумел в обоих раундах зацепить и перевести Грина изо всех сил там его душил и сабмитил и в конце концов вышел на прием и моментально армбаром ну, не моментально он тоже долго на него выходил тянул, тянул руку, но как только ему удалось ее все-таки вырвать то Грин немедленно постучал все, Олейник сделал отлично кроме одного забрал я в экспресс тотал меньше полутора по этому бою и он, как говорится, чуть-чуть не доехал не очень я люблю вот такую ставку по этому бою я говорил, что здесь стопроцентно, что он не дойдет до решения для этого не надо быть каким-то великим аналитиком и самым умным парнем на планете я был достаточно высоко уверен, что и третий раунд не начнется ну, вот тотал меньше полутора я напоминаю, что я статистику веду по линии пинакл там другой ставки-то, собственно говоря, и нету я тоже был, в принципе, уже там не на 100, не на 80% уверен но считал, что все-таки высоко вероятно, что полтора раунда им хватит, чтобы закончить свои дела но им полтора раунда немножко не хватило и моя ставка здесь слетела это максимально обидный момент потому что если бы она зашла то у меня бы, наверное, по итогам турнира там было бы порядка 2,5% минуса это уже было бы совсем другое я бы эти 4 не потерял да еще бы 2,3 сверху заработал на 4, было бы вполне себе неплохо ну что ж не повезло, не повезло Морису Глину нужно что-то делать Олейник, ну что, продолжает выступать делает все, что от него зависит молодец, ничего не скажешь Ракель Пеннингтон, Холли Холм наверное, завязываю я со ставками на Ракель Пеннингтон все-таки она меня, надо сказать, наверное, раздражает потому что сложно про нее что-то сказать в чем конкретно она хороша вот она как была никакая так она никакая и осталась ничего она не смогла Холм противопоставить почему я еще на нее сделал ставку все-таки на Пеннингтон потому что Холм все-таки выглядел не очень она плохо выглядела на взвешивании когда она вышла в октагон, в общем, тоже мне показалось что она не особо-то и восстановилась даже и какие-то, мне кажется, шансы у Пеннингтон были неплохие ну, по сути, она простояла три раунда спиной к сетке Холм действовала максимально прагматично при первой же возможности ее хватало, прижимало и держало судья, конечно, мог бы пораньше прерывать их эти потолкушки возле сетки, но он этого не делал поэтому Холм, по сути, забрала этот бой хотя здесь вот какая-то, опять же, статистика что Пеннингтон 38 акцентированных ударов нанесла против 30 не зная, где эти удары за весь бой Пеннингтон выбросила там две-три каких-то комбинаций которые более-менее там доставили какое-то неудобство Холли Холм по большому счету она стояла спиной у сетки и ничего не могла сделать отвратительный бой отвратительное выступление Пеннингтон ставка моя не зашла и главный бой турнира Конор Макгрегор против Дональда Сирона что здесь сказать, вы, наверное, все сами видели там идет какая-то небольшая волна в сторону Дональда что там он бой сдал, что он так плохо выступил ну, по сути, Макгрегору там немножко повезло, конечно потому что, если вы внимательно смотрели бой, то видели, что ковбой, конечно, ошибся в первом эпизоде он слишком низко стал уходить и когда Конор промахнулся рукой в своем первом панче он сразу же попал ему коленом в область левого глаза и там у ковбоя приличная гематома образовалась дальше неудачный вход в клинч левое плечо Конора, которое сломало нос ковбою ну и дальше, в принципе, все уже было решено неважно, там 40 секунд или там минута 40, 2 минуты 40, 2 раунда я думаю, что ковбой со сломанным носом не простоял бы против Макгрегора конечно же, Сироны выступил плохо, что там говорить но говорить, что это какой-то там покупной бой или что ковбой там мешок теперь стал совсем я бы так не стал Конор его переиграл в эпизоде так же, как Дрю Добер переиграл Хакпараста по поводу Конора, что сказать? сказать по большому счету нечего да, он молодец но, в принципе, все и без этого боя знали, что Макгрегор в первых раундах максимально опасен может забрать бой в любую минуту практически с любым соперником он это уже неоднократно делал и, в принципе, ничего нового мы здесь не увидели и о текущих кондициях Конора тоже как бы сказать, ничего нового нельзя непонятно, в каких он кондициях потому что по поводу Конора всегда интересует его кардио всегда интересует, что он будет делать на дистанции так бы, бой он выиграл молодец говорить об его реванше с Хабибом я, честно говоря, думаю, что это преждевременно и на месте Даны Вайта я бы сделал следующее примерно в те же даты, когда дерется Хабиб с Фергюсоном я бы свел Гэджи с Парье Гэджи-Парье 2 это отличный бой это отличный бой потом где-нибудь в конце лета я бы свел победителя этой пары с Макгрегором и вот если он пройдет победителя этой пары тогда уже можно будет говорить что он заслуживает реванша с Хабибом и где-нибудь в декабре Хабиб часто драться не любит два боя в год для него нормально в декабре реванш МДЖМ Грэнд Нью-Йорк финальный номерной турнир два-три чемпионских боя Хабиб и Макгрегор во главе карда и все счастливы и никто не будет отказываться все заработают много денег а UFC заработает очень много денег потому что там рекорды ППВ точно будут побиты вот такой оказался турнир буду дальше работать над ставками над своими, над прогнозами всем удачи всем спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!